Раньше сигареты, а сейчас вейпы, стики и айкосы. Мы решили провести опрос у жителей города Ставрополя. Знают они о вреде никотинного девайса. Поехали! Знаете, что такое вейпы, электронные сигареты, сигареты? Что такое сигареты, я знаю. Остальное край ухо слышим. Вы знаете, что такое вейпы, электронные сигареты или сигареты? Да. Знаете? Да, да, знаю. А вы вообще сами курите или... Я нет. Нет? А вы? Да. Ну, почему вам это нравится, этим заниматься курить? Это успокаивает. А со скольки лет вы курите вейпы? Да я вот недавно начал. Мне всегда нравился запах табака. Я собирала бычки в детстве. Мой дядя курил, и мне нравилось, как он пускает дым. Я когда в институте училась, и наши девчонки все стали, ну, как купили папиросы, и мы стали... Сели, и я первый и последний раз. Вот эту папиросу выбросила ее, и все. Как вы считаете, они вредны для здоровья вообще? Для здоровья вредно все. Вредно, да, мне кажется, вредит. А почему вам так кажется? Ну, как бы, так точно ответить не могу, но мне кажется, он тоже вредит, как и сигареты. Вредно. Ну, почему вы так считаете? Ну, потому что это, как сказать, курил, это всегда отвращение. Чем новее произведенная вот эта фишка, тем больше в ней химия. За счет чего вы бросили бы вейп? Ну, не знаю, в любой момент могу бросить. Наверное, заболевание какое-нибудь, или если потребность пропадет в курение. Сегодня несовершеннолетним не составляет труда достать вейпы и стики. На ютубе полно видео школьников на тему, что делать, если мама спалила тебя с вейпом, или как курить вейп, если тебе 12 лет. Всем привет, мои маленькие вейперы. И сегодня в этом видео я вам хочу рассказать о том, как парить, чтобы вас мама не спалила, папа не спалил, и как вообще парить и не спалиться. И да, такое возможно. Но курить подростки начинают по разным причинам. Кто-то, чтобы выглядеть взрослее, другой ради интереса, а третий, чтобы влиться в коллектив. Если в группе сверстников, да, есть ценности, что курить это круто, те же электронные какие-то сигареты, употреблять алкоголь это круто, то подросток для того, чтобы его приняли там, он начинает так же курить, употреблять алкоголь. Если он не будет этого делать, то он в этой группе будет считаться чужим. Поэтому да, здесь тоже социальное окружение, да, группа сверстников, с которой подросток общается, тоже имеет немаловажное значение. Среди людей ходит миф, что электронные сигареты или вейпы не приводят к зависимости. Но это не так. Никотин есть никотин. Зависимость от девайсов, которые его содержат, появляется просто. Человек пробует сигарету, никотин стимулирует выработку дофамина, гормона счастья. Мозг получает сигнал, что человеку хорошо и требует добавки. И вот тут появляется зависимость. Организм начинает лениться и вырабатывает естественным путем все меньше дофамина. И теперь без никотина курильщик просто не может расслабиться. Именно поэтому электронное не значит безопасное или менее вредное. В какой-то степени даже наоборот. Поэтому я, Дмитрий Склядник, не курю и вам не советую.